Здравствуйте, товарищи слушатели, товарищи марксисты и сочувствующие! Сегодня мы продолжим с вами изучение работы Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». На сегодня предлагается вашему вниманию глава пятая, которую Владимир Ильич назвал «Экономические основы отмирания государства». То есть если в предыдущем материале он снова опирался на политические высказывания Маркса и Энгельса и на политические взгляды относительно государства и революции со стороны марксизма, то в этой главе он решил рассмотреть «Экономические основы». И начиная эту главу он говорит «Самое обстоятельное разъяснение этого вопроса дано Марксам в его критике годской программы». Ну и вот в процессе изложения материала этой главы он опирается как раз и приводит цитаты Маркса именно из этой работы, из критики годской программы. Ну и начиная изучение этой главы, мы тоже с вами начнем с небольшой цитаты Маркса в этой работе. Маркс говорит «Вопрос ставится так, какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами, какие общественные функции останутся тогда аналогичны теперешним государственным функциям? На этот вопрос можно ответить только научно». Вот такую цитату из этой работы Маркса приводит Владимир Ильич. И еще одну мысль Маркса приводит Владимир Ильич. Он говорит «Между капиталистическим и коммунистическим обществом, продолжает Маркс, лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». То есть, это важная, конечно, мысль Маркса, что в переходный период от капиталистического к коммунистическому обществу может существовать только диктатура пролетариата. И вот, приведя эту мысль Маркса, Владимир Ильич как бы дает анализ этим высказываниям Маркса и анализ другим мыслям, изложенным в критике ГОСКОЙ программы. Владимир Ильич говорит, переход от капиталистического общества, развивающегося к коммунизму, в коммунистическое общество невозможен без политического переходного периода. И государством этого периода может быть лишь революционная диктатура пролетариата. Каково же отношение этой диктатуры к демократии, говорит Владимир Ильич. И анализирует соотношение диктатуры пролетариата с демократией. Он говорит, демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых, вот каков демократизм капиталистического общества. Маркс великолепно схватил суть капиталистической демократии, говорит Ленин, сказав в своем анализе опыта коммуны. Угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их. Ну, это и сейчас происходит то же самое в парламенте, все представители, только собственников и богатых олигархов и так далее. Вот и позволяет угнетенным раз в несколько лет выбирать, кто же будет представлять и подавлять. Далее, говорит Ленин, развитие вперед, то есть к коммунизму идет через диктатуру пролетариата, и иначе идти не может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов больше некому, и иным путем нельзя. А диктатура пролетариата, то есть организация авангарда угнетенных в господствующих класс для подавления угнетателей, не может дать просто только расширение демократии. Вместе с громадным расширением демократизма, впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких. Диктатура пролетариата дает ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, говорит Владимир Ильич, чтобы освободить человечество от наемного рабства. Их сопротивление надо сломить силой. Ясно, что там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии. И далее он продолжает. Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой, то есть исключение из демократии эксплуататоров, угнетателей народа. Вот каково видоизменение демократии при переходе от капитализма к коммунизму. Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов, то есть нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства, только тогда исчезает государство и можно говорить о свободе. Только тогда, возможно, и будет осуществлена демократия, действительно полная, действительно без всяких изъятий. Далее, говорит Ленин, диктатура пролетариата, это период перехода к коммунизму, этот период перехода к коммунизму впервые дает демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства эксплуататоров. Коммунизм только один в состоянии дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама собою. И только коммунизм, говорит Владимир Владимирович, создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, некого в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определенной частью населения. И заканчивая главу перехода от капитализма к коммунизму, Владимир Владимирович дает такую мысль. С устранением этой главной причины, то есть причины, что надо подавлять, идет борьба между классами, с устранением этой главной причины, эксцессы неизбежно начнут отмирать. Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрет и государство. Вот так заключает он параграф перехода от капитализма к коммунизму. Следующий параграф Владимирович назвал так. Первая фаза коммунистического общества. То есть он разделяет тебе весь период перехода от капитализма к коммунизму на фазы. И рассматривая этот вопрос, он говорит, вот это коммунистическое общество, которое только что вышло на свет божий из недр капитализма, которое носит во всех отношениях отпечаток старого общества, Маркс и называет первой или низшей фазой коммунистического общества. Средства производства уже вышли из частной собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю общественно необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он какое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственно количество продуктов за вычетом того количества труда, которое идет на общественный фонд. Каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал. Царствует как будто бы равенство, говорит Владимир Ильич. Но тут же приводит такую мысль. А между тем отдельные люди неравны. Один сильнее, другой слабее, один женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и так далее. То есть, говорит Ленин, справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать еще не может. Различия в богатстве останутся, и различия несправедливые, но невозможно будет эксплуатации человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность. То есть, вот на первой фазе, вот это основное отличие, что при социализме, как первая фаза, будет первое, что сделано, это ликвидировано частное собственность на средства производства. И приводит такую мысль Маркса, но эти недостатки, говорит Маркс, неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мог родов из капиталистического общества. То есть, это опять из той же работы Маркса, которую он анализирует. И, говорит Ленин, таким образом, в первой фазе коммунистического общества, которую обычно зовут социализмом, буржуазное право отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, то есть, лишь по отношению к средствам производства, ликвидирована частная собственность. Буржуазное право признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью, поскольку, постойку, и лишь постойку буржуазное право отпадает. То есть, вот, право на собственность сразу изменяется уже в первой фазе. Но, говорит Владимир Ильич, однако это еще не коммунизм, это еще не устраняет буржуазного права полностью, которое неравным людям за неравное количество труда дает равное количество продуктов. Этот недостаток, говорит Маркс, это недостаток, говорит Маркс, но он неизбежен в первой фазе коммунизма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, что свергнув капитализм, люди сразу научатся работать на общество без всяких норм права. Да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма дает не сразу. Государство отмирает, говорит Ленин, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет, подавлять поэтому, какой бы ни было, класс нельзя, но государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана буржуазного права, освещающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм. Вот этой мыслью он заканчивает эту главу, первая фаза, первая фаза коммунистического общества. То есть, и следующий главу он назвал, то есть, следующий параграф он назвал высшая фаза коммунистического общества. И анализируя теперь высшую фазу коммунистического общества, Ленин говорит, экономической основой полного отмирания государства является такое высокое развитие коммунизма, при котором исчезает противоположность умственного и физического труда. Исчезает, следовательно, один из важнейших источников современного общественного неравенства, и при том такой источник, которого одним переходом средств производства в общественную собственность, одной экспроприации капиталистов сразу устранить никак нельзя. Но эта экспроприация дает возможность гигантского развития производительных сил, говорит Ленин. А как скоро пойдет это развитие дальше? Как скоро дойдет оно до разрыва с разделением труда, до уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом, до превращения труда в первую жизненную потребность? Этого мы не знаем и знать не можем. То есть, как скоро произойдет это? Владимир Ильич говорит, что не можем заранее предположить. Он говорит, что государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество осуществит правила каждой по способностям, каждому по потребностям. То есть, когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития, и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. Вот эти признаки перехода к удовлетворению всех необходимых потребностей, о которых говорит Владимир Ильич. И продолжает, что до тех пор, пока наступит высшая фаза коммунизма, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления. Но только контроль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих за капиталистами, и проводиться не государством чиновников, а государством вооруженных рабочих. То есть, контроль при социализме должны должны осуществляться не чиновниками, а всем классом рабочих. Так говорит Владимир Ильич. И продолжает, что то, что обычно называют социализмом, Маркс назвал первой или низшей фазой коммунистического общества, поскольку общей собственностью становится средство производства, постольку слово коммунизм и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм. В первой своей фазе, на первой своей ступени, коммунизм не может еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций или следов капитализма. Развитие капитализма создает предпосылки для того, чтобы действительно все могли участвовать в управлении государством. К таким предпосылкам принадлежит поголовная грамотность, осуществленная уже рядом наиболее передовых капиталистических стран, затем обучение и дисциплинирование миллионов рабочих крупным, сложным, обобщисленным аппаратам, почты, железных дорог, крупных фабрик, крупной торговли, банковского дела и тому подобное. Но, говорит Владимир Ильич, учет и контроль, вот главное, что требуется для налажения, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства. И когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами, превращенными теперь в служащих, и за господами интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным. И тогда от него нельзя будет никак уклониться, некуда будет деться. С того момента, когда все члены общества, или хотя бы громадное большинство их, сами научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, наладили контроль за ничтожным меньшинством, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще. Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда она становится ненужной. Ибо когда все научатся управлять, и все будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных хранителей традиций капитализма, тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким гречайшим исключением, что необходимость соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой. И тогда будет открыта на стеж дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному отмиранию государства. Вот этой мыслью Владимир Ильич и заканчивает пятую главу экономической основы отмирания государства. И на этом мы с вами тоже закончим сегодня. вот и пожалуйста какие-то есть вопросы или уточнения возникли в процессе изложения материала. Пожалуйста, готов ответить. Ну в комментариях пишут, что это база, я единственное соглашусь, там база на самом деле написано у Владимира Ильича очень понятно то, что какие могут вообще в принципе быть после этого и работы вопросы, однако все продолжают до сих пор спорить. Есть ли в Китае социализм? нету. Был ли в Советском Союзе социализм? Не было. И вот как это причем буквально на днях с этим же столкнулся с такими же чередами спорта. Значит, этот вопрос поднимается везде и даже не на том уровне и даже не на том уровне, что мы с вами изучаем, он и сейчас поднимается. А Китай очень сложно сейчас судить. Значит, вот буквально сегодня я смотрел материалы есть такой Александр Степанов он хорошо разбирается довольно в марксизме он член ЦК РКРП так вот ему тоже такой вопрос задали как же есть социализм в Китае или нет. Но он говорит ну на мой взгляд очень трудно сейчас оценить поскольку в Китае присутствует и общественное собственность средство производства причем очень многие предприятия государственные то есть признаки социализма там есть но вместе с тем и существует и частная собственность тоже в наличии поэтому вот я бы оценил так что Китай сейчас находится как в свое время Советский Союз в периоде НЭПа говорит вроде как бы затянувшегося НЭПа когда идет борьба между капитализмом и социализмом но тем не менее все-таки поскольку там есть общественная собственность то как бы идет переход от капитализма к коммунизму то есть на переходном в переходном периоде скорее всего находится Китай а чем закончится борьба между социалистическим началом и капиталистическим пока сейчас предсказать трудно конечно а я бы спорил с вами пожалуйста без мнения вашего так сказать сопартийца а на самом ну по крайней мере как мне кажется у людей просто нет понимания может быть это же моя любимая тема нет понимания диалектики Владимир Ильич здесь описан такой процесс вступательный перехода от самого первого начала когда мы берем и в общественном собственность до тех моментов когда мы нивелируем все различия между городом и людьми и ликвидаем класс в новом процесс который то ilse если он развивается значит в Китае идет к целлюм а если он не развивается то есть мы должны говорить не о том что в Китае а какие у тебя признаки что он развивается или не развивается есть у тебя признаки что он написал куда 안녕하세요 куда как как вот как ты оцениваешь куда он двигается — Хорошо, просто различия между городом и деревьей номерируются? — Скорее всего, может быть. Мы не знаем там обстановке, что там происходит. — А если мы ничего не знаем, то мы пытаемся судить, если там социализм или нет? — Да, я не в курсе, как там. Конечно, скорее всего, все-таки средство производства развивается каким-то образом. Видимо, средство производства в сельском хозяйстве развивается, а развитие средств производства это как раз и способствует. — Да, способствует и этому, и этому способствует, конечно. — А развитие средств производства там идет очень высокими темпами, согласись. Да, особенно в промышленности. Но, видимо, и в сельском хозяйстве идет такое развитие. Поэтому отрицать, что Китай не идет к социализму, нельзя так категорически отрицать. — Дилектически посмотрим, что процесс двигается. Мы заключаем вывод, что Китай двигается явно к социализму. — Двигается, да. Но чем это закончится? Борьба между... — Ну, понятно, что никто не гарантировал. — Нельзя гарантировать. Но я думаю, что да. Можно согласиться с тем, что все-таки движение к социализму там присутствует. Завтра третья мировая случится, я не знаю, и вообще никого не останется. — Да, если империализм развяжет такую войну, то да. — В целом, мы можем, вот, по работе Владимира Ильича, тут же легко и просто все описано. — Простейшие признаки мы смотрим, на сегодняшний раз накладывает. У Владимира Ильича-то всего два пара, которого заняло. Ладно, две главы. — Да. — Это даже не совсем глава, наверное, но... — Что, у нас еще шестая глава? — Да, есть еще шестая глава, которую предлагаем рассмотреть на следующем занятии. — Она будет заключительная? — Да. — Так, вы видите, еще какой-то... Ну, это комментарий к моему комментарию. — Ну, что, у нас вопросов нет, заканчиваем? — Давай, давай заканчивайте. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!